Всем доброго, тыхого, мырного дня! Я рада вас витаты на своему канале. Тростиночки, буду разговаривать немножечко тише. Для этого дела микрофон, потому что сейчас раннее утро. И, ну, как бы орать. Я такая девочка громкая, поэтому могу громко разговаривать. Но не хочу будить пока своих соседей. Знаю, что вечером не смогу записать вот это обращение свое бла-бла-бла, поэтому решила сделать все с утра. Также вот дальше пойду на работу, вы увидите мои тарелочки. Сегодня, я знаю, точно будет немножечко не по расписанию, немножечко не по режиму. Сегодня будет два приема пищи. На то есть, скажем так, свои причины. Поэтому сегодня, ну, скажем так, это меню не все берите на вооружение, потому что здесь только два приема пищи. Я вообще сторонник того, что максимально должно быть 3-4 приема пищи, и тогда будет результат. Сегодня я с вами хочу поговорить об интервальном голодании, интервальное питание. Все называют по-разному. Кстати, напишите в комментариях, как вы это называете. Интервальное голодание или интервальное питание. Потому что были некоторые вопросы ко мне, и я хочу тут прояснить, скажем так, внести ясность. Потому что сейчас я пошла на снижение веса, и хочу избавиться от 5 килограммов. Когда я увидела, что добавилось 2 килограмма в связи с приемом гормональных препаратов, я решила взять это все, скажем так, в свои руки, потому что больше, чем полугода я находилась на удержании результата. Но некоторые изменения в женском организме произошли, и я решила не усугублять, скажем так, проблему, а с питанием поработать и снизить вес для того, чтобы дать себе вот такую фору 5 килограммов, то есть 75-80, да, вот держать потом вес в таких параметрах. И сегодня я покажу свои тарелочки. И также напоминаю, кто является участником моего марафона, завтра бесплатный мотивационный марафон, где в телеграм-моем канале, также присоединяйтесь, ссылочку вы найдете в описании, присоединяйтесь в телеграм-канал, где тростиночки мои улучшают свое здоровье вместе. Там я с вами делюсь меню некоторыми. И, кстати, на завтра поделюсь, когда будет отчет мой по весу, поделюсь с вами одним из меню, на котором я постранила, и которое я периодически также беру себе на вооружение, чтобы дальше продолжать снижать вес. Поэтому завтра дождитесь будет меню. И есть еще марафон один на сопровождении. Он стартует 22 мая. Если вы хотите стать участником этого марафона, этот марафон за донат, то есть сколько вы можете, столько вы и оплачиваете, это с моим личным сопровождением, где есть три рабочих меню, которые я для вас подготовила, вкусные, полезные, на которых вы будете снижать свой вес. Поэтому я вас приглашаю. Если хотите быть участником за донат, пишите «хочу марафон», и я сброшу вам ссылочку на свой контакт. Уже марафоны такие я провожу на своем канале где-то с февраля месяца, и прекрасно понимаю, когда делается анонс в понедельник, девочки в воскресенье бегут и говорят «возьмите меня, возьмите меня в марафон» уже где-то в 23.00. Поэтому решила все-таки с понедельник, вторник, как выходит видео, так и анонсировать свой марафон. Поэтому если хотите стать участником, пишите. «Хочу в марафон». Так, что я хотела сегодня, о чем поговорить. Я продолжаю снижать свой вес. Что я для этого использую? Ну вот, мы с вами знаем, что есть несколько методов, несколько систем, методик, которые каждый для нас берет для себя на вооружение. Чем пользуюсь я, как это делаю я, как я избавилась от 57 килограммов? Это рационально сбалансированное питание. То есть, достаточное количество белков, жиров, углеводов. Когда есть это в тарелочке, тогда нет отхождения, тогда нет такого сумасшедшего желания подъесть, кусятничать. Потому что организм накормлен. И я уже понимаю, что как состоит организм, да, он состоит из гормонов, и какой гормон когда работает. И тогда вот, ну, нету особых таких проблем, чтобы не снижать вес. Да, ты понимаешь, когда и что ты ешь. Собственно, этим я с вами и делюсь. Но люди используют разные, скажем так, системы. Я использую интервальное питание, интервальное голодание. Сейчас это 16 на 8. Меня просили об этом рассказать, но я хочу сразу же сказать, что протоколов правильного, не правильного, а протоколов интервального голодания есть несколько. Есть самый лайтовый, с которого я, собственно, и начинала свой путь. Со 137 килограммов. Это 12 на 12. Что это такое? 12 часов мы не едим. Да, это такая голодная, скажем так, пауза, когда организм отдыхает. И таким образом избавляется от жира в моменте голода, скажем так, да. И 12 часов организм ест. Но ест он не все 12 часов, а ест в определенные приемы пищи. В начале моей стройности это было, ну, фактически там 5 приемов пищи. Потом постепенно я переходила на 4-х разовое питание и сейчас на 3-х разовом. Что такое интервальное голодание 12 на 12 я объяснила. 12 часов мы голодаем, 12 часов это приемы пищи в определенное время с режимом питания 4-5 приемов. То есть уже сами вы распределяете как есть. Ну, например, это может быть завтрак в 8, допустим, второй завтрак в 10, потом обед в 12, потом полдник в 16, в 17 и, допустим, в 20 часов закрывается пищевое 0-0. Окно, если вы начинали в 8 часов завтракать, да. То есть отсчитываем от первого приема пищи и до последнего должно пройти 12 часов. Что такое 10 на 14? Потом я перешла на 10 на 14. Это 10 часов мы едим. 10, а 14 часов это голодная пауза. Также отсчитываем от завтрака. Завтрак в 10, значит, 10 часов мы едим. Сколько это получается? Давайте в 9, мне так легче будет. В 9 это первый прием пищи, 6 часов это 3 часа и в 19.00 последний прием пищи. То есть если первый в 9, то последний прием пищи в 19. Как это? Это 9, например, 4-х разовое питание здесь можно использовать, да. Это, допустим, 9, это 12, это 15 или 16 и 19. Желательно, чтобы интервал был 2,5-3 часа. Это 14 на 10. Что такое 16 на 8? 16 часов это голодная пауза. 8 часов это приемы пищи. В данном случае у меня сейчас 3 приема пищи. Но сегодня будет немножечко не по теме, немножечко не по режиму, потому что у меня будет отсутствовать ужин. Значит, 16 на 8, 8 часов. То есть у меня сейчас завтрак в 9, обед у меня в 13 и ужин у меня в 17. В 9 начала, в 17 закончила. Разница между приемами пищи 8 часов. Поэтому вот такой 16 на 8. В голодную паузу я пью только в воду. И сейчас воду я пью, ну, уже до 5 часов. Ну, могу какой-нибудь стаканчик воды выпить еще и где-то часов в 7 вечера. Но в основном я вечером не пью, я себя уже так приучила. Был вопрос, было ли мне легко начинать интервальное голодание. Девочки, было нелегко. Почему? Потому что я привыкла кусятничать. Что такое кусятничать? Это я позавтракала и что-то подъела. Да, вот допустим, полноценно съела. И через полчаса, через час я еще что-нибудь ем. И я уже знаю причину, почему я это делаю, потому что это были простые углеводы. Они быстро заходят и быстро опять же хочется есть. Сейчас этот рацион максимально сбалансированный. Поэтому мне сейчас уже не сложно выдержать голодную паузу 3,5-4 часа. Было ли мне сложно? Конечно, было сложно, потому что это была привычка подъедать, кусятничать. В этом плане я уже работала. Когда говорят, сила воли не работает, девочки, когда поставлена цель, когда мы с вами ставим цель, у меня была цель, цель была адекватная. Я себе поставила цель сбросить где-то 2 килограмма. И сейчас я также себе поставила эту цель около 2 килограммов в месяц. И тогда это работает, а не такие цели. Там 10 килограмм, хотя в первый месяц я сбросила 10 килограммов. Поэтому хочу вам напомнить и сказать, что нужно ставить адекватные цели. Где-то стучат, неужели вот в 7 часов люди попросыпались. Я вот тут стараюсь не орать, а уже соседи там что-то... Там, слышите? Божи, какие бессовестные. Тут думаешь, как так, чтобы потише, чтобы людей не разбудить. А... Вы представляете? Ну, это квартира. Это дом. Это не частный сектор. Поэтому это нужно понимать. Хотя, кстати, напишите, со скольки часов можно начинать работу? Ну, не с 7 часов. Сейчас 7 часов. Не с 7, по-моему. По-моему, с 8. Так что у нас... Ну, у нас немножечко неадекватные соседи. К сожалению, такие есть. Поэтому было ли легко? Девчата, было нелегко. Но поставлена цель, ее нужно достигать. Если ты готов к тому, что это работа на всю свою оставшуюся жизнь, тогда будет результат. Если ты к этому не готов, если стоит цель снизить вес всего лишь на 20 килограмм, а потом есть все подряд, поверьте, так не бывает. И нужно понимать, что это образ жизни. Вот тогда и будет удержание результата. Тогда и будут вообще результаты. Все, мои хорошие. Я вас немножечко заболтала. Я думаю, я объяснила, что такое интервальное голодание. И если это видео было для вас полезным, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк, нажмите колокольчик, если вы еще не подписаны на мой канал, чтобы не пропустить мои новые и свежие видео. Сейчас я поделюсь с вами своими незамысловатыми тарелочками. Они очень простые, готовятся очень быстро, а самое главное, очень вкусно и полезно. Смотрите. Так, тростиночки, хочу с вами поделиться своим приемом пищи. Это у меня завтрак. На завтрак у меня будет, хотела сказать, запеканка, но я использовала лаваш. Значит, это уже не запеканка будет. А, ой, боже мой, как же мы его с вами называем? Творог с лавашом. Ленивая чма. Вот, крутится в голове, крутится ленивая чма. А чма, что у меня здесь? Здесь у меня одно яйцо, 100 граммов творога, также 50 грамм лаваша. Лаваш я порвала на кусочки. Добавила 50 граммов вишни свежезамороженной и одну столовую ложку йогурта вовнутрь. Все это перемешала, отправила в микроволновку на 7 минут. Вот так. А, еще одна столовая ложка какао. Получилась у меня шоколадная очма. И сверху у меня здесь еще 10 граммов тыквенных семечек. Ну и, конечно же, конечно же, мой божественный американо без сахара и без молока. Смачного! В 13.00 пришло время обеда. Растиночки вы посмотрите, кака краса у меня сегодня будет на обед. И да, для любителей, кто говорит, Лена, где твои первые блюда, почему нет? Я вообще, девочки, если честно, первые блюда не очень люблю. Но иногда могу борщ, иногда могу суп. И когда в моих марафонах девчата просятся что-нибудь первое покушать, я предлагаю вместо гречки, допустим, с котлетой, да, сделать себе суп с фрикаделькой гречневой. Почему нет? Взять пропорции и вперед из песни. Значит, здесь у меня будет этот самый, господи, борщ на курином бульоне. Но здесь у меня исключительно кусочек мяса, небольшой. И, собственно, сама-сама-сама капуста. Пару карташин есть, я их не выбирала. И сюда добавила немножечко йогурта. Ну, я люблю так, чтобы был борщ со сметаной или с йогуртом. Буквально немножечко. Дальше. Здесь у меня, девочки, ленивый хачапури. Я вас ослышала в предыдущем видео. И обязательно вот завтра-послезавтра запишу видео-рецепт именно хачапури правильного и полезного и вкусного. Также у меня здесь микс салата. Полезная наша с вами нужная клетчатка. Борща у меня здесь 200 граммов. Перед едой я всегда где-то минут за 20 пью стакан воды. То есть, как я научилась пить воду, я вам уже об этом рассказывала. Я ставила будильник каждый час. Ну, а сейчас утром выпиваю пол-литра воды. Потом в течение дня перед едой. Три приема пищи. Вот как минимум 600 граммов в меня, скажем так, вливается. Единственное, сегодня будет отхождение. У меня сегодня будет только два приема пищи. То есть, у меня фактически в час закроется пищевое окно. Потому что после работы у меня будут очень много дел. Эти дела, ну, не позволяют мне, скажем так, активно ужинать. А если ужин и будет, то будет не дома. Поэтому что там будет у меня на ужин, не могу сказать. Но, скорее всего, не будет ничего. Потому что завтра взвешивание. И я хочу также увидеть результат. Но ужин отменяю не для того, чтобы увидеть результат. А для того, чтобы немножечко, вот как меня спрашивали, разгрузочные дни. Как ты делаешь? Исключение ужина раз в неделю, но и не каждую неделю я себе могу позволить. Поэтому я разгрузочные дни, как таковые, не практикую. А исключение ужина для меня это очень хороший результат. Но, хочу сразу же предупредить, у кого проблемы с желчным, не, скажем так, не экспериментируйте. Потому что отсутствие желчного, кстати, не рекомендуется пропускать ужин. Потому что у вас должно быть как минимум четыре приема пищи. Так что, девочки, мое пищевое окно фактически закрывается на сегодняшний день. Ну, а завтра среда, завтра у нас с вами отчет. Поэтому буду ждать все отчетики. Ну, и также буду показывать сейчас уже и свои результаты, своей стройности. На прошлой неделе мой вес был 81,700. Что будет завтра, я с вами обязательно поделюсь. А также буду ждать ваши отчеты. Смачного!